Глава района Андрей Иванов встретился с представителями ветеранских организаций. Координационный совет прошел в библиотеке номер один в преддверии Всероссийского мужского праздника. Руководитель муниципалитета поздравил ветеранов и вручил памятные подарки. На мероприятии обсудили ряд важных вопросов. Среди них реализованные проекты и планы развития Подмосковья, озвученные в обращении губернатора региона Андрея Воробьева. Центральной темой встречи стало объединение Одинцовского района из Венигорода в единый городской округ. Андрей Иванов отметил преимущество перспективной административной реформы. Мы и так уже давно со Звенигородом, я считаю, это был город-анклав, объединены различными инфраструктурами. Это, естественно, и транспортная инфраструктура, и наши какие-то совместные природные ресурсы. Скажу более того, ни один житель Звенигорода или прилегающего Яршовского поселения, Успенского, не смог бы никогда назвать эту границу, где он переезжает из поселения в Звенигород. Мы в едином избирательном округе со Звенигородом, у нас единый военкомат, у нас единый силовой блок, и полиция, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ. В городском округе будет создана единая система власти, которая исключит дублирование функций, удастся существенно сократить число чиновников. Вместо 17 бюджетов поселений будет один консолидированный бюджет. Глава района отметил, доплаты для жителей сельской местности сохранятся, а территории, вошедшие в состав округа, застраиваться многоэтажками не будут. Объединение и для Звенигорода, и для нас – это такой стратегический шаг, от которого зависит развитие нашей территории, как большого реквизиционного кластера Подмосковья. Нам нужен туризм, нам нужны наши экологические зоны, чтобы их никто не застроил ни многоэтажками, ничем. Мы поэтому создаем парки, у нас 29 парков только на территории Одинцовского района, уже оформленных в стадии развития. И мы сейчас предлагаем Звенигороду тоже все кусочки зеленые оформить в шесть парковых пространств. Поздравила с днем сощетника Отечества и выразила слова благодарности ветеранам, первый зампредмособлдумы Лариса Лазутина. Герой России пожелала собравшимся здоровья и жизненных сил. Очень приятно, что вы откликаетесь на все абсолютные мероприятия. Я хочу поздравить вас, пожелать искренние слова земные, абсолютно сказать, слова здоровья, благополучия, долголетия, вот этой жизненной энергии. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.